приветствую вас дорогие друзья рады вас видеть на прошлый вебинар мы к сожалению сергею анатольевичем по техническим причинам не зависящих от нас то есть было очень важное совещание с анатоли эдуардовичем и мы были в крыму очень много обсудили насчет будущего что нас ждет в проекте насчет того вообще куда проект движется куда skyway capital движется и сформирована целая дорожная карта ну и я думаю что все очень желают сейчас услышать в первую очередь новости а что же происходит сейчас по адресным проектам а что же у нас происходит в индии в индонезии и тут мы хотели бы озвучить конкретную позицию руководство непосредственно антоли эдуардовича юницкого что мы будем все меньше и меньше говорить конкретики про адресные проекты сожалению для сети так скажем к счастью для общего развития проекта потому что ну я вот общаюсь переписываюсь с виктором тоже бабуриным и очень огромные нападки на нас при при подготовке каких-то визитов встреч так я тогда отключая звук перископа сергей анатолич потому что одновременно не смогут слушать и вещать и могу сказать что очень серьезно наши оппоненты наши конкуренты готовятся чтобы выливать грязь на технологии выливать грязь на виктора бабурина на тех партнеров с кем мы сотрудничаем и выливать естественно грязь на анатоли эдуардовича юницкого и вообще на всех лидеров на всех скажем политиков на всех чиновников на всех предпринимателей которые сотрудничают с технологией skyway поэтому сегодня на вебинаре мы скажем так вот именно примерно график перемещения потому что сергей анатольевич тоже у него наверное будет рекорд по перелету в этом месяце и сегодня мы сообщим на какой континент это будет совершен перелет зачем но больше к сожалению сказать не можем потому что это иначе наши оппоненты наши враги смогут подготовиться и как говорит наш именно в самом начале карьеры skyway был юристом потом стал уже директором начальником юридического департамента сейчас это директор зам генерального директора по развитию зао струнной технологии виктор бабурина что хотелось бы говорить как можно меньше информации и дорогие друзья именно по адресным проектам можем сказать что информация действительно будет минимум вся информация такая конкретная выжимка что можно говорить давайте дождемся возвращения виктора с индонезии потому что сейчас очень серьезные переговоры проходят и даже мы не знаем сергей анатольевича на каком уровне но знаем точно что это уже близко к министрам близко к президентам соответственно мы сейчас входим в очень серьезные проекты конкуренты у нас также серьезным мы не говорим уж про таких наших давних оппонентов наших давних врагов преступников и будут определенные и разбирательство и уже юридические процессы начались против узлова и мы предполагаем что даже вот айсио которое было организовано именно фейковое мошенническое это они организовали потому что потом определенные наши партнеры коллеги говорили что даже вот определенные мероприятия премии готов узлов проспонсировать откуда деньги взялись и при таком относительно не работающем бизнесе ну неизвестно но на на и все можно было теоретически обмануть народ и собрать то есть наше предположение мы не будем утверждать что возможно это как раз таки дело рук команды виктора узлова и я хотел бы остановиться на таком моменте тоже сейчас вот провел где-то минут 30 в поисках информации нашел определенные статьи именно как клеветап можно расценить то есть наводят такие вот именно порочные обсуждения на руслану усмановича гатарова что руслан усманович оказывается не просто поддержал skyway а что у него какие-то корыстные интересы мы друзья это абсолютно не приемлем и будут судебные разбирательства с теми журналистами которые это написали и по крыму тоже сейчас начинаются такие же телодвижения то есть действует целая группа маркетинга целая группа команды которая нам противодействует это в первую очередь мы говорим что несмотря на конкурентов именно таких вот именно по транспортной индустрии то есть у нас конкурентов поверьте нам на слов много то есть взять китай германию просто даже их хватит взять тех конкурентов в борьбу и именно маркетингу войну с которыми мы влезаем примеру в индии это тоже мало не покажется и мы неоднократно говорили что хотим избежать тех факторов когда будет лежать допустим статья газета на столе премьер-министра с которым ведется встреча переговоры и соответственно никто не будет знаете куда представители головной компании приедут это будет постфактумом уже сказано то есть прямой трансляции как у нас это бывает перископе и и именно в жизни головной компании не будет но постфактум выжимки обычно и обязательно будут рассказаны виктором бобуриным мы помним этот формат то есть за чашечкой чая за кружечкой сока все будет рассказано то что можно рассказать и соответственно каждый узнает эту информацию от перемещениях если говорить команды skyway capital лично нас сергею анатольевичем то могу сказать что сейчас где-то месяц даже полтора месяца готовилась поездка в очень интересную страну латинской америки то есть это именно континент южная америка и там будут происходить переговоры на уровне министров на уровне даже готовят встречу с президентом и я могу сказать что это будет рекорд по перелету то есть очень долгий путь на предстоит сергею анатольевичу давайте все ему вместе пожелаем удачи потому что там будут обсуждаться очень серьезные проекты различного направления то есть даже направление мы не будем раскрывать естественно никто не узнает а что же это за страна латинская америка дорогие друзья то есть скоро появится слоган строй skyway спасай на латинскую америку и все страны именно южной америки потому что там мы будем формировать именно общую концепцию инфраструктурного развития с помощью технологии skyway всех стран не только боливия как мы говорили но и другие страны то есть про боливию это открытая информация топ будут уже и уже прорабатываются контакт контакты непосредственно сергей анатольевич будет пообщаться то есть франтишиком они полетят и это это уже настал период такое дорогие друзья что в принципе не хватает уже рук и не хватает физически времени у виктора бабурина присутствие на на разных континентах одновременно естественно подключается уже другие участники этого процесса и сейчас владимир маслов у нас ведет тоже активную работу вы все видели по грузии то есть сейчас работа максимально распределяется и каждый занимается определенным делом по адресным проектам по skyway инвест групп можем сказать что тоже сейчас работа охватывается то есть более подробно слушайте на их вебинарах но там тоже достаточно мощная работа ведется и что я хотел бы сказать дорогие друзья тоже вот если мы владимире маслове заговорили то я послезавтра вылетая в таллинн ну и соответственно как все представители членов правления там будет достаточно серьезная европейская конференция на которой всех мы будем рады видеть серьезные темы будут обсуждаться и адресные проекты что может можно обсуждаться и будущее которое можно показывать и давайте преждевременно все вместе владимира маслова кто не сможет именно вот день в день поздравить у него будет очень серьезная дата и вот евгений кудряшов не сможет присутствовать ну у нас такая шутка даже родилась что но на 80-летие уж точно нужно будет присутствовать и мы тоже так вот пошутили скажем что на 20-летие skyway капитал и на 20-летие вообще крауд инвестинговой системы обязательно нужно будет присутствовать то есть это такой заброс заброс в будущее потому что дорогие друзья я могу сказать что она пришла от не то что на года на десятилетие многие задают вопрос по внутренней бирже то есть это такой распространенный вопрос дорогие друзья все будет и работа в этом направлении уже ведется единственное что как бы мы не можем сейчас назвать конкретных сроков потому что от многих факторов это все зависит и в самых современных тенденциях мы развивались и будем развиваться многие спрашивают также вот самый распространенный мне вопрос про токены и сет который кстати немножко по-другому сейчас называется то есть то что они это понятие по-другому называется могу сказать что да мы за этим активно следим и также это будет подготовлена с лучшими специалистами и в области юриспруденции именно вот этого мира крипто мира и в области именно упаковки продукта и невозможно этим не заниматься дорогие друзья потому что невозможно это не обращать внимание когда уже многие об этом говорят то есть греф руководитель президент сбербанка об этом говорит уже абсолютно открыто и не скрывает что у него есть биткоины соответственно правительство уже задумывается о том что планируется создание некого крипто рубля ну и дорогие друзья с учетом того что наша технология позиционируется как та технология которая за 10 лет как минимум удвоит мировую экономику и мировой ввп ну соответственно грех этим не заниматься и уже конкретная проработка в этом направлении ведется мы по-прежнему говорим что те у кого есть связи и за с определенными людьми уже общались но могу сказать что будет такой вот как бы не то что отсев а просто если пообщались и не интересно то так и говорим что не интересно но если у кого-то есть соответственно конкретика кто может конкретно предложить может быть какие-то средства массовой информации в крипто мире то есть по разработчиках тут меньше ведется речь потому что задачи будут стоять достаточно специфически то есть из коротких штанишек когда нам нужно было цифровать реестр мы уже давно выросли и нам эта задача сейчас не интересно да и время сейчас другое абсолютно я могу сказать что время вот этих самых айси о она тоже скоро пройдет и мы как раз таки сказать что-то мне подсказывает мы новый тренд этот в том числе и поддержим и возможно даже зададим более того я могу сказать что то что сейчас предполагалось это было обсуждено и с анатоли эдуардовичем юницким именно по направлению строительства технологических трасс то есть представьте в труднодоступных местах в джунглях нужно будет неважно это джунгли с большим пролетом 23 километра река либо озеро либо это какие-то пески пустыня либо это болото и кстати стоит отметить что все эти условия ну наверное кроме песков это и такие вот именно участки песков видел это все будет продемонстрировано у нас уже на высокоскоростном направлении которое будет находиться чуть чуть недалеко от зорного шляха то есть нашего звездного пути это название улицы которое приобрело очертания вот совсем недавно буквально несколько лет назад эко технопарк у нас получил конкретное название улицы раньше этот назывался никак это конкретно уже коррелируется и связано с тем что мы закладываем на стратегию развития на 15 20 25 лет вперед и пускай тролли отпускает льют грязь но от грязи мы не просто будем отмываться мы будем с помощью юристов лучших юристов отмываться и против господина узлова готовится очень серьезное судебное разбирательство соответственно никто кто наводит клевету на skyway так просто не отделается это будет касаться всех журналистов всех активности в социальных сетях потому что мы уже все-таки формируется в формируемся в очень серьезную корпорацию пускай на начальной стадии но уже на той стадии когда нам на самых ранних началах адресных проектов уже пытаются противодействовать и пускать палки в колеса многие спрашивают а по сертификации каким образом у нас будет обстоять дело ведется ли сертификация в странах азии естественно друзья каким образом вы думаете будет реализовываться проект работа в этом плане уже в полной мере ведется и как мы говорили что примерно через два два с половиной года максимум мы уже выйдем на окончание строительства проектов первых в индии мы уже не говорим про индонезию мы уже не говорим про вьетнам и страны уже латинской америки по которым будут будем обсуждать серьезно переговоры с первыми министрами и я могу сказать что латинской америки очень интересные такие вещи происходят что в определенных странах где мы будем вести переговоры даже власть сменилась на ту которая более адекватная сменилась она но относительно недавно то есть раньше если бы мы пообщались то опять же была смена руководства помните ситуацию как с министром транспорта в словакии мы пообщались и собственно через несколько месяцев его уже поменяли так вот я могу сказать что очень серьезные контакты и лично у сергея анатольевича то есть вплоть до знакомства по боливии мы говорили с боливийским президентом именно через определенные контакты налаживается сейчас связь и что касается сертификации азиатской работа в этом направлении ведется и можно не волноваться то есть мы выйдем по планам на строительство адресных проектов ну и что то мне подсказывает как только будет первый колышек как мы говорили всегда в бит на тест не на тестовом уже на реальном участке строительной площадке адресного проекта то начнется совершенно другая история дубликации адресных проектов вы все помните что 300 400 проектов нитингаткаре министр транспорта инди продекларировал и это только морское направление друзья это только морские порты и представьте насколько много еще направлений нам предстоит освоить по городскому пассажирскому транспорту по высокоскоростному транспорту и стоит помнить и понимать что здесь skyway подходит не с точки зрения строительства из точки а в точки б в точку б конкретного транспортного решения это законченная транспортная инфраструктурная альтернатива друзья и это то что предлагает инженер юницкий всему миру очень скоро это международная интернациональная транспортная инфраструктурная альтернатива будет предложена великим умам современности то есть и в том числе илон маска получит послание потому что уже стоит задуматься над тем запускать ли falcon 9 и соответственно вот убивать действительно это зоновый слой который туже и на ладан дышит фактически то есть уже много многие сейчас статьи проскальзывают что не просто уже климатологи трубят об изменении климата уже непосредственно говорят и также вот спасение а здесь южной азии будет в том что будет внедрение технологии skyway потому что позиционируется и предполагается прогнозируется что большая часть сельскохозяйственных и пригодных на сегодняшний день для жизни территории она будет непригодна для жизни буквально через 60 70 лет то есть я вам сбросил статью но меня это поражает насколько точечный удар действительно правильный был совершен в качестве начальной стратегии развития skyway именно в южной азии потому что если говорить про изменение климата ну в китае там и так далее мы не сможем прийти потому что там конкуренты нас пока там с распростертыми объятиями так скажем не ждут но индия приняла это эту транспортную инфраструктурную альтернативу и будет комплексный подход и по новейшим методам развития альтернативной энергетики а то что анатолий эдуардов чуницкий нам поведала в крыму то есть этот реальная настоящая альтернативная энергетика но которой нужно прийти это и переработка отходов которые от традиционных станций у нас происходит и не будет отходов фактически будет безотходное фактически производство создание гумуса и оплодораживание современных почв то есть действительно skyway сейчас говорит о том что так ну к сожалению я не смогу включить одновременно перископа потому что придется слушать и вещать это достаточно сложно да тогда подсказывайте о чем здесь остановиться чтобы у нас именно в едином поле недосказанность какой-то не было на вебинаре что в ноябре декабре можно будет продать часть обязательств но это это да дорогие друзья сейчас прорабатывается механизм чтобы те люди которые смогли бы и желает реализовать часть своих активов смогли их реализовать как только головная компания этого позволит сделать то есть это естественно процесс который о котором будут все предупреждены и это я могу сказать созвучно и с изменением этапа и не долг тот час то есть когда скажем что две недели остается до смены этапа многие сейчас вот просто наверное сотни сообщений в skype только на тему по когда будет изменен этап дорогие друзья в ближайшее время это произойдет и никаких затормаживание вот кто-то там у кого-то домыслы что что-то не получается там и так далее друзья если посмотреть на тот факт что примеру там несколько месяцев назад у нас 40 с лишним местного юнибуса невозможно было себе представить на экотехнопарке когда его продемонстрировали в жаде короткие срок и периоды буквально вот на эко фестивале а каких недоделываний вообще в плане зао струнные технологии можно говорить все там идет по плану более того будут браться новые направления я вот начал чуть чуть говорить и продолжу то есть вот сложность строительства технологических трасс труднодоступных местах анатолий эдуардович решил эту проблему и эта идея была на самом деле высказана еще много лет назад сейчас она нашла применение именно в конкретной реальной экономики то есть у нас будут транспортные андроиды перемещаться по путевой структуре и роботы дроны будут соответственно перевозить часть опор то есть это будут сборно-разборные опоры и на расстоянии необходимое нам то есть до трех километров перевозить и и части опор чтобы смонтировать первую опору и путевую структуру чтобы соответственно вот эту технологическую трассу построить а потом уже по ней поехал юнибайк и привод подвозится строительный материал и фактически дорога сама начнет себя строить но помимо этого естественно будут целые комплексы строительные автоматизированные для создания путевой структуры то есть это уже сказал конкретно анатолий эдуардович то что вы видели для строительства мостов допустим китая но у нас будет еще более совершенная технология потому что как мы декларировали как минимум километр в сутки нам нужно будет строить одним строительным отрядом вот на эту задачу мы собираемся выйти и вот в чем мне нравится проект skyway до сих пор и всегда будет нравиться то что никаких технических технологических рисков нет даже на самые экстремальные вообще колебания специальная технология была испытана ну буквально после эко фестиваля потому что определенные как бы нюансы в расчетах были произведены такие риски могли возникнуть и на экстремальные именно это колебание была испытана путевая структура все выдержала дорогие друзья и если говорить о традиционных решениях о железной дороге об нашем любимом илоне маски которые да там продемонстрировал тележка проехал очередные 300 километров в час а очередная простая тележка до людей туда можно будет поместить а вопрос безопасности можно вообще обсудить а вообще как люди будут себя чувствовать перемещение в вакуумной трубе я бы не хотел там перемещаться дорогие друзья и несмотря на то что сейчас активно двигаются илон маски перлуп и даже вот некоторые наши акционеры наши сподвижники начинают сомневаться что не построить для быстрее чем 2019 году ориентировочно при достаточном финансировании мы продемонстрируем уже гипер скоростное направление дорогие друзья но мы то продемонстрируем отработанную технологию уже после высокоскоростного транспорта и соответственно я могу сказать дорогие друзья так тут зашел настрой под сибиряковым сергеем но тролли пишите километр в сутки подпочитайте посчитайте сколько строилась во времена строительства железных дорог в америке и там даже большая цифра была подсчитана и вы ее можете сами рассчитать километр в сутки это не так много при тех ресурсах и при той технологической наработки и базе которая сейчас создается уже могу сказать выкупается дополнительные площади о именно лазерной резки роботах с помощью лазерной резки мы неоднократно говорили и сейчас уже все готово к мелкосерийному производству то есть крупносерийному да сейчас честно признаемся пока не готовы но это если пока но технология skyway естественно будет развиваться постепенно и то что анатолий эдуардович даже на отдыхе даже в крыму своей резиденции чертит это дорогие друзья поражает просто воображение потому что прописывается уже инженерные решения на следующие года и я могу сказать что сейчас создана та система которая работает не то что независимо но можно управлять и на расстоянии на переговорах процессы происходящие в зао струнные технологии они не останавливаются ни на минуту если на месте не находится дни антолий ардыч не надежда косарева и многие спрашивают друзья кто кто такая надежда косарет ну не задавайте таких глупых вопросов пожалуйста и надежда косарева это вообще-то самый крупный инвестор skyway которая в свое время проинвестировала намного больше чем миллион долларов продав недвижимости в самые критичные сроки ну и самое главное это вообще-то жена анатолия эдуардовича яницкого сейчас это генеральный директор зао струнные технологии была получена награда недавно от пуховического района которая надежда геннадий накосарева была удостоена я могу сказать что насколько мне известно немногие люди в пуховическом районе да и вообще наверное в республике беларусь таких наград удостоивались также задают вопросы про аудит и так далее по аудит сейчас проходит и как только он будет закончен в срок соответственно будет выдана информация головной компании то есть если подытоживая дорогие друзья то я могу сказать так сергей антонич сергей антонич вы включаетесь или нет или мне продолжать нет не слышно абсолютно так сейчас это перископ вас слышно перископе вас не слышно вебинаре в комнате не слышно нет нет не включилась ничего ну хорошо хорошо сергей антонич но на самом деле друзья я могу сказать что тут естественно различается и подачи информации но и сергей антонич чем но информация примерно она очерчена определенными рамками и многое мы знаем но многое рассказывать не можем что касается вот в первую очередь адресных проектов если говорите про на те успехи которые у нас сейчас происходит в индии то мы также двигаемся в направлении именно такой концепции городского такси то что вы помните старались и пытались сделать sky trend там и так далее то есть где-то год назад посмотрите мы приводили вообще транспорта второго уровня концепты альтернативы skyway и многие они так и не появились и не родились абсолютно и не применяются но все таки эти концепции про прорабатываются под потенциальное применение как раз таки технология skyway здесь попадает действительно в десятку то есть это помимо 300 400 проектов которые уже конкретно будут развиваться как только первый колышек будет вбит на экотехнопарке и то что сейчас все говорят то что будет кризис будет экономический кризис в европе да мы можем подтвердить и на вечернем вебинаре для иностранцев мы будем говорить очень серьезно и это такая пугающая информация друзья для меня тоже пугающе будут очень серьезные кардинальные изменения виктор тарасов об этом говорит то есть у нас была информация то что это будет только евросоюз но начнет трясти и действительно колыхать весь мир всю мировую экономику и сша здесь также не обойдет стороной соответственно единственное спасение и единственное именно мерило выжить в этой ситуации это все таки присоединиться на международный экономический ковчег как в традиционном так и в цифровом виде то есть мы говорим и мы делаем именно вот создание тренда крипто экономики то есть и у нас это будет далеко не просто какой-то токен будет такое комплексное применение потому что на самом деле то что будет происходить с дронами вы даже себе не можете представить насколько они будут умны но именно в тех рамках нам не нужен суперкомпьютер но они далеко не только будут переносить вот эти элементы путевой структуры элементы опоры и у нас будет потребность вообще примерно до тонны и даже до полутора тонн перевозить путевую структуру то есть таких грузовых дронов вообще сейчас фактически в мире не производится и вы можете вспомнить как на базе зао струнные технологии был создан спец бетон вот конкретно по задачам строительства технологической трассы будет создан грузовой дрон и в это не будет где-то там закупаться то есть постепенно своими силами это будет реализовываться как альтернативная программа потому что это оптимизация расходов и вы все помните что в озелененные крыши они также не с от лучшей жизни появились это именно удешевление конструкции анкерные опоры и заодно это такое вот именно нововведение ноу-хау которая папа получила гранд про он и когда мы с анатолий эдуардовичем сидели под крышей на втором этаже то есть анатолий эдуардович всегда чертит фактически наверное в день часов 7 он чертил из того момента когда мы с ним виделись даже когда с нами он общался он всегда чертил своей действительно волшебной тетрадки которые собрано очень много и исследований и он уже то что рассчитал то что действительно создал в голове переносит уже на бумагу а затем это уже непосредственно и очень быстро все переносится на технологические процессы на конкретные ноу-хау именно вот машин транспортных андроидов skyway и таким образом создаются ноу-хау то есть естественно основным первоисточником является генеральный конструктор ну и вот мы сидели на втором этаже и анатолий эдуардович задал такой вопрос вот чувствуете что тут так жарко а представьте что у нас была бы земля на крыше насколько действительно комфортно было бы сидеть ну и я могу сказать что те концепции которые обсуждались в крыму мы наверное но 5-7 вебинаров точно на это потратим потому что это действительно вот действительно транспортная инфраструктурная альтернатива мирового масштаба та альтернатива которой должны прийти все мировые государства лидеры и тогда действительно будет решение которого сегодня нет и по изменению климата и по ресурсам питьевой воды и по сокращению добычи полезных ископаемых в первую очередь углеводородов вы все наверное читали и кто не смотрел дам знать что на сегодняшний день каким-то волшебным образом цена рубля почему-то не стала зависеть от цены на нефть мы можем продекларировать и сказать предположить что это как раз таки приближающиеся вот эти вот потрясения которые но зима максимум январь февраль они действительно наклынут на весь мир и к этому нужно готовиться это нужно понимать в первую очередь мы это будем доносить и обрисовывать для наших европейских коллег потому что им придется очень не сладко то есть прогнозируется вплоть до именно огромных проблем с современным евросоюзом и то что было в 90-х годах в россии этот может произойти соответственно в евросоюзе единственным спасением первопроходцам таким именно в производственной базе производственной площадке это именно вот в направлении skyway в плане строительства будущего заводов то есть это фронтишек solar он перей не перейтировал всю программу которая предполагалась под производством металлоконструкции под skyway и дай бог чтобы это реализовалось настолько быстро насколько начнут строиться проекты skyway в европе потому что производственная база именно металлоконструкции создание я не говорю про подвижные составы потому что тут все таки ряд ноу-хау ряд нюансов и первые серии будут выпускаться на базе зао струнной технологии но фронтишек подготовил этому почву и сейчас продолжается пока история мы не открываем шампанское и не чокаемся бокалами кто-то водой пока что вот эти вот средства миллионы о которых мы говорили от фронтишка solar не пришли но мы искренне надеемся что тот процесс который готовился примерно три года и это эти деньги в том числе они поступили вообще из из далеких краев непосредственно сша они преодолели уже все границы и под мировую производственную программу это было выделено скоро это достигнет цели цель это именно отправление на строительство skyway это будет происходить неоднократно в течение нескольких месяцев я могу сказать что скоро ожидаете именно таких вот серьезных новостей по платежным инструментом по платежным по платежкам вообще которые будут в качестве нововведения внедряться в skyway capital и мы будем также просить чтобы европейцы и те люди которые сейчас платят на адвкэш там и так далее максимально пользовались этими ресурсами потому что это действительно будет удобно и быстро и это уже такое серьезное взросление и skyway capital и основного такого финансирующего инструмента для всей технологии skyway я могу сказать что постепенно также набирает обороты именно в плане такого мощного привлечения инвестиций наши коллеги партнеры skyway инвестгруппу но не отнять того что непонимание возникает во многих регионах например в крыму именно с маркетинговой политикой именно вот такого массового пиара то есть декларации адресных проектов привлечения инвестиций под определенные программы ну у некоторых возникает непонимание возникает такие трения но дорогие друзья это будет всегда потому что у нас такой путь непростой достаточно сложный именно сетевое построение корпорации и только это на сегодняшний день кормит проект и только это единственное решение которое три с половиной года назад друзья было принято ну уже фактически скоро четыре года назад было принято Анатоли Эдуардовичем Юницким как крайнее решение из безвыходной ситуации и мы действительно сейчас находимся намного более выигрышной позиции поверьте мне на слово чем Hyperloop и другие инновационные транспортные решения потому что у них концепт у них именно такой инженерный аутсорс то есть штатных инженеров не так много у нас уже более 13 кб слаженные постоянно работают и будут присоединяться новые конструкторские бюро новые направления для максимальной оптимизации и строительства адресных проектов по всей планете Земля именно в плане технологии SkyWay ну вот дорогие друзья собственно вот такой итог возможно что-то я упустил возможно что-то позабыл но могу сказать что сейчас в еще более серьезное русло мы вышли по адресным проектам что уже нельзя называть вообще те регионы куда поехал Виктор Бабурин куда поедет Сергей Анатольевич Сибиряков куда ездить будет вся команда всех активистов которые развивают адресные проекты SkyWay потому что не мы такие а именно вот мир инфраструктурный такой здесь действительно идет бойня грызня за этот лакомый кусочек как спрогнозировали PriceWaterhouse примерно на 15-17 триллионов долларов предыдущие 3 года можно увеличить мировую экономику но естественно вы понимаете что это достаточно такие пессимистичные масштабы результат будет намного большим а теперь дорогие друзья всех приглашаем в Перископ то есть вообще заведите за привычку смотреть там иногда Сергей Анатольевич включается когда вещает из аэропорта то есть вот в 30-50 даже часовом перелете скорее всего Сергей Анатольевич где-то из аэропортов включится когда полетит в Латинскую Америку вот давайте искренне пожелаем удачи потому что мы-то точно в Таллине конференцию проведем хорошо а тут Сергею Анатольевичу придется пообщаться также и с железнодорожными представителями но что очень приятно готовится закрытая встреча предварительно подготовленная еще до официальной презентации с одним из министров одной из стран Латинской Америки все дорогие друзья рот на замок больше говорить к сожалению не могу хотя очень хочется хотя очень понимая что это вызовет бурную реакцию возможно увеличение притока инвестиций которые нам всегда интересно и всегда необходимо но деньги любят тишину иначе соответственно дивидендов у нас может стать чуть-чуть поменьше строй skyway спасай планету и дай дорогу мир транснет сейчас все переходим в перископ до скорых встреч на вечернем уже и и в и на в и и и в и и и Продолжение следует...